Лидер партии ЛДПР и один из самых известных политиков России скончался в московской больнице. Ранее он был госпитализирован с коронавирусом. О том, что 75-летний Владимир Жириновский попал в больницу, СМИ стали писать 9 февраля. Изначально эту информацию не подтвердили в партии, а его помощники отнекивались от всех вопросов. Но факты были налицо, политик перестал появляться на работе, светиться в СМИ и делать громкие заявления. После пресс-службы сообщило, что с Владимиром Вольфовичем все хорошо, его здоровью ничего не угрожает, но затем из больницы пришла информация о его госпитализации в московскую ЦК. Известно, что Жириновского доставили туда с коронавирусом, которым он уже болел две недели. Но если сначала ситуация не вызывала опасений, то затем у известного политика начались серьезные осложнения, а степень поражения легких составила 75%. Сегодня утром в 10 часов 45 минут по московскому времени государственного деятеля не стало. Новость о кончине Жириновского подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, а вот близкие Владимира Вольфовича пока молчат. Лидер ЛДПР находился в реанимации, к нему не пускали помощников, а состояние переквалифицировали с тяжелого на критическое. Лечение осложняли и сопутствующие заболевания. Отметим, что Жириновский сделал 8 прививок от коронавируса. Он постоянно спорил с теми, кто выступал против вакцинации и не стеснялся публично критиковать чужое мнение. Советский и казахстанский актер театра и кино Юрий Померанцев скончался в возрасте 99 лет. Об этом 23 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный русский театр драмы имени Лермонтова в Алма-Ате. Причины его смерти не уточняются. Не стало Юрия Борисовича Померанцева. Один из самых объемных томов истории нашего театра оборвался на полусловие, и нам придется начинать с чистого листа. И очень постараться ничем не запятнать этот чистый лист, поскольку всегда и во всем мы равнялись на любимого учителя, говорится в сообщении. Юрий Померанцев родился в 1923 году в Киеве. После того, как в 1938 году репрессировали его отца, его семья переехала в Москву. Он участвовал в Великой Отечественной войне, во время Демянской операции в марте 1942 года был тяжело ранен. После долгого лечения приехал в Алма-Ату, где в эвакуации находилась его мать. На протяжении нескольких десятилетий был актером Национального русского театра драмы имени Лермонтова. Играл в кино, в том числе в фильме «Земля отцов», в киноэпопее «Освобождение», в комедии «Наш милый доктор» в фильме «Раз в неделю». 20 марта в возрасте 80 лет умерла Марина Голдовская, советский и российский кинорежиссер, документалист и педагог. Она сняла десятки кинофильмов и сотни телефильмов. Жила в Москве и Лос-Анджелесе, где много лет работала профессором Калифорнийского университета. Написала несколько книг, в том числе «Мемуарную женщину с киноаппаратом». Ее прямое кино всегда было о вечном через личное, о чем и о ком бы она ни снимала, об архангельском мужике-фермере, о князе-эмигранте, вернувшемся жить на развалины своего особняка, о Соловецком монастыре, орошенном потоками крови и слез, или о замечательном писателе Анатолии Рыбакове, написала Голдовский режиссер Виталий Манский. Марина Голдовская родилась 15 июля 1941 года в Москве в семье ученого и изобретателя Евсея Голдовского, одного из основателей Всероссийского государственного института кинематографии, в ГИК. В 1963 году она окончила операторский факультет в ГИКа. Всего она создала 93 киноработы, в 47 проектах. Среди ее документальных фильмов Юрий Завадский, Валентина Терешкова, Аркадий Райкин, Пушкин и Пущин, Олег Ефремов. Чтобы был театр, Михаил Ульянов. Хроника одной роли, Осколки зеркала, Дневник смутного времени, Горький вкус свободы, Абани Политковской и другие. В 70-х годах эффектная артистка практически не сходила с экранов. Наталья Назарова, известная по картинам любимая женщина-механика Гаврилова и неоконченная пьеса для механического пианино, умерла в Москве. 72-летняя актриса тяжело болела, а последние годы жила в нищете. Карьера ее оборвалась на пике славы страшно и внезапно. А ведь в 70-х годах она практически не сходила с экранов. Ее сравнивали с Фаиной Раневской, талантом некогда одной из самых красивых актрис, восхищался Никита Михалков. Наталья Назарова родилась 28 июня 1949 года в Алма-Ате в семье офицера Ивана Андреевича Назарова и бухгалтера Лидии Викторовны. Окончив школу, поехала в Москву, чтобы поступить в театральное училище. В 1972 году окончила школу-студию МХАТ. Училась вместе с Татьяной Бронзовой, Ириной Акуловой, Людмилой Поргиной и Борисом Щербаковым. Наталья Назарова начала сниматься в кино с 1971 года. Ее первой работой стала эпизодическая роль в фильме «Двенадцать стульев». Снималась в картинах «Любить человека», «Раба любви», «Сентиментальный роман», «Позови меня вдаль светлую», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Почти смешная история», «Лекарство против страха», «Молодая жена», «Сибириада», «По данным уголовного розыска», «Старый Новый год», «Любимая женщина-механика Гаврилова», «Забава молодых», «Сын», «Воскресенье», «Половина седьмого», «Куколка», «Мисс миллионерша», «Трудно первые сто лет». Наталья Назарова была замужем за театроведом Вячеславом Обросовым. С супругом познакомилась, когда ей было 19 лет. Я очень ошиблась в жизни. Семью я хотела, а детей нет, потому что все мое время забирал театр, вздыхала она. После развода у Натальи Ивановны были мимолетные романы, но замуж она больше так и не вышла. В 1989 году в переулке, рядом с домом на Наталью Назарову напал мужчина, ударил по голове и сбежал. Актриса получила тяжелейшую черепно-мозговую травму, почти год провела в больнице. У нее развелась шизофрения. Назарова уволили из МХТ имени Чехова, из-за душевной болезни, в кино больше не звали. «Моя карьера закончилась очень страшно. В театре у меня резали обувь. Когда я не пришла на работу, меня отчислили», — вспоминала она. «Жила со старенькой мамой. Боролись с горем в одиночку. Жили на ее зарплату да мое пособие по инвалидности. Мы с мамой голодали, у нас не было денег. Чтобы не умереть, мы ели дешевые свиные обрезки», — признавалась актриса. А когда родительница актрисы умерла, то она осталась совсем одна, в скромной однушке на окраине Москвы. Артистка стала затворницей. Денег катастрофически не хватало. Иной раз она просила милостыню. «Ем на гладильной доске, потому что стол у меня завален вещами. Когда у меня дома много вещей, чувствую себя королевой», — рассказывала она в передаче Андрей Малахов. Прямой эфир канала «Россия. 1,17 марта». В возрасте 72 лет умерла актриса Наталья Назарова. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза кинематографистов.